Доброго времени суток, с вами Сергей. И сегодня у нас вторая часть ролика Туя от Ада Я своими руками без партиков и теплиц. Начнем ролик с обратной стороны. Вот так выглядит двухлетний саженец Туи. Они у меня перезимовали на улице. Закрыты были вот так лапником, снегом, как вы видите, их маленечко прижало. Сейчас они выглядят чуточку печально, но это поправимо. Я их обрызгаю эпимом. И сейчас, вот здесь посмотрите, у меня перезимовали черенки. Черенки, которые были вот так вот укрыты. И сейчас мы будем их пересаживать. Пересаживать. Здесь вот у меня земля приготовлена. Влодородная земля, одна часть песка, две части водородной земли. Сразу я вот так вот укладываю. Делаю лунку. На горшке есть метка. Южная сторона. Вот она вот с этой стороны. Сразу разворачиваю на южную сторону. Черенок. Берем вот так череночек. Росок туда, на южную сторону. Сюда мы его и посадим в ту сторону. Вытаскиваем. Вот такая корневая система у него получается. Разбегаю. Обжимаю. Так, теперь одно сразу дополнение. Дополнение. Вот. Я на этих черенках обрезал хвою. Это я насмотрелся полугромотеев в ютубе. И они утверждают, что надо обрезать, чтобы меньше слой испарения. На самом деле получается следующее. Чем больше черенок, тем больше у него корневая система. Я больше обрезать хвою не буду. Получается у больших черенков больше развита корневая система. И второе отклонение, от чего я отойду. Я сажал под 90 градусов и под 45 градусов сажал. Под 45 градусов сажается, считается для того, чтобы черенок был лучше, ближе к поверхности земли. И получается к нему должно поступать больше кислорода. Разницы абсолютно никакой нету. Как сажать под 90 градусов, так и сажать под 45 градусов. Так, теперь следующая у нас процедура. Замульчирую опилками и полью корневином. Корневином, либо гитероуксином. После чего обрезгаем все это дело эпимом. Обязательно хвою надо обрезать эпимом. И эти череночки, они печально выглядят после зимы. По просьбе трудящихся, в прошлое видео у меня получилось с плохим звуком. В этот раз я решил исправить и перезаписать это видео. В прошлый раз я черенковал в том колесе 85 штук, просто в грунте. В этот раз на черенковку я буду ставить вот в такие стаканчики. Что мне это даст? На стаканчике метка южная сторона. В стаканчике есть отверстие с боков нижней части и внизу. Что мне это даст? Это мне даст при пересадке, я во-первых могу пересаживать контейнер в любое время в течение лета, не разрушая этот ком. И при пересадке с открытой корневой системой, вот так вот чуть-чуточку страдают туи. Не все хорошо приживаются. Это способ я улучшу. Так, теперь, вчера в двух колесах у меня подготовлено 120 посадочных мест, 120 стаканчиков. Вчера мы заготовили 115 черенков туи западной брабант. И попробую 5 черенков ель голубая, глаука колючая, сизая, еще по-другому называется. Так, вчера поставили в гетерооксин все черенки. Сегодня будем приступать к посадке. Достаем череночек, достаем череночек. Обмакиваем его в корневин. Вот так хорошо обмакнули. Теперь смотрим, как росла хвоя. Хвоя росла вот этой стороной на солнечную сторону. То есть вот так вот она была расположена. Здесь я уже заранее карандашиком сделал отверстие. Углубляю сантиметра на 4. Сантиметра на 4. Вставляем, отжимаем. Еще один череночек достаем. Так, здесь вот он вот так рос. Обжимаем. Все, туйки на черенкование я поставил. Теперь наша следующая задача ежедневно делать дождевание. Дождевание выглядит вот так. В жару 2-3 раза. В дождевую погоду не надо. Но ежедневно хотя бы один раз вот так вот надо обрызгивать. Это надо для того, что корневой системы еще нету, а хвоя испаряет влагу. Вот ее надо вот таким вот образом делать дождевание. Дальше вам маленькая подсказочка. У меня в колесах я черенкую. Это колеса от распуска, от лесовоза. А вам можно купить пластиковые емкости для замеса цемента и прочих строительных материалов. Они как раз высокие, подойдут. И главное условие теперь, надо это все делать, чтобы солнцем не выжгло. Вот таким вот образом прикрыть. Так. Так. И еще одно хочу сказать. Что касается очень людей, часто в роликах показывают, что подрезают хвою. Нет, не советую. Смотрите, что получается. Вот она вот так вот темнеет в краях, и рост ее пока замедлен. Вот это вот черенок, на котором была подрезана хвоя из серии, из того, что будет меньше испаряться. Так. Все. Теперь продолжаем ухаживать. Осенью посмотрим, как корневая система. Смотрите, давайте посмотрим, приведем наши итоги летнего черенкования. В этот год у нас большая гибель получилась, большая гибель. Лето жаркое, лето жаркое, и при полиске Винька забыл накрыть вот этой штучкой летом. Но ничего страшного, не ошибается тот, кто не работает. До трех часов хватило, чтобы многие туи выжечь. Так. Достаем туйку. Достаем туйку. Здесь мы можем наблюдать чуть-чуточку, вот корневая система, но саженец, сам тоже черенок маленький. Давайте возьмем побольше черенок, вот этот. И чем больше черенок, тем больше у него наблюдается корневая система. Соответственно, которое выжгло солнцем, на них никаких корней нет. Вот тоже, пожалуйста, его выжгло солнцем. Вот. В этот год у нас потеря большая. Что мы здесь получили, чего я хотел, добился. Корневая система есть, корневая система есть. Вот здесь тоже корневая система есть. Я добился следующих результатов. Теперь я могу следующей весной, независимо от погоды, я могу пересаживать их в большие контейнера, 5-литровые, хоть все лето. Не ждать весеннего сезона. В этом колесе у нас погибло больше туй, потому что тут еще сами черенки, больше, больше сами черенки размером, и здесь погибло больше туй. Кстати, обратите внимание, что мы используем агроперлит. Никаких тут плюсов я не вижу с использованием агроперлита. Экспериментально посажено. Вот, пожалуйста, агроперлит. Черенок. Сейчас вытащим. Черенок не дал корней. Это тогда выжгло, и плюс, в это лето очень жарко было. Довольно было тяжело поливать. Поливать надо было очень часто. Очень часто. Так, еще маленькое замечание. Мы этот видеоролик снимали по причине того, что было к предыдущему ролику замечание по звуку. Я по вашим просьбам купил вот такой чудо-микрофон. Чудо-микрофон сделан в Китае. И как вся китайская продукция, это очередной Г. Поработал он у меня 2 месяца и отказал. Все ролики, которые мы сейчас записываем, звук такой же ужасный. Но мы уже решили закончить этот проект. Так, мы перешли с вами к туйкам вот этой части. Это посадка 20-го года. 20-го года. Весной 21-го года они пересажены. И весной 22-го года им будет 2 года вот этим туйкам. Так, посадил я 60 туй в горшки. 5 из них погибло при пересадке. А вот с этого края, вот с этого края, вот эти вот горшочки, это личная еще посадка. Это посадка у нас 19-го года. И весной 22-го года им будет 3-х летки они будут. Вот такие туйки. Вот так вот они сейчас выглядят. Сейчас они выглядят, так скажем, непрезентабельно, непрезентабельно. Они не пышные. Я со следующего года буду экспериментировать, подрезать вот эти макушки. Макушки. И смотреть, какая будет пышность. Вот туй. Ну что ж, на этом ролик мы с вами заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания. Забыл вам сказать, наверное, самое главное любопытство, это что касается голубых елок. Некоторые дали у меня прирост, но корневой никакой системы все равно нет. Здесь тоже мы вытаскиваем. Смотрим. Никакой корневой системы нет. Хотя чувствовали они себя довольно так пока воткну. Временно. Давайте на этом ролике посмотрим тоже. Мы видим с вами тоже вот прирост находится. Прирост находится. Одна вот полностью погибла еще с лета. Тоже никаких признаков корней нету. Сейчас вот вытащим вот это. Вот она довольно нету, уже тоже хвоя поврежденная. Никаких тоже признаков нету. И последняя вот с отростком. Даже вон черенок сгнил. Потом еще как-нибудь, может, такие эксперименты попробую. Но просто так, в простых условиях, уличных условиях, голубые ели черенковать, наверное, не получится. Может, конечно, в этот год повлияло то, что год очень был сильно жаркий.